Наталья Скоробогат Это один из ведущих специалистов компании Bayer Но у Натальи очень интересный бэкграунд, в котором тоже есть место и наутилу, да? Да, у меня очень большой опыт работы в системе наутилу Я починала свою деятельность в компании «Разаюз» Начинали мы работать в системе наутилу еще с 2001 года И до 2014 года мы работали по системе нуля Мы реализовывали различного рода проекты для наших партнеров, для наших клиентов Поэтому опыт очень большой, особенно первые шаги перехода наутила И уже реализация самой этой технологии Ну, сейчас я знаю, что люди работают с разными системами земледелия И все-таки нас, конечно, интересует система земледелия без обработки почвы И многие люди, которые думают о переходе на нее Один из страхов, который их останавливает, это то, что они не справятся с сорняками Действительно ли, вот сравнивая, ты уже работала в разных системах земледелия Действительно ли это проблема, которую невозможно решить? Ну, вы знаете, действительно, это самый такой устойчивый миф Что переход на наутил приводит до увеличения застаренности полей И в свою очередь это приводит до увеличения, опять же таки, системы защиты растений То есть увеличивает затраты К сожалению, наверное, этот миф, который устоялся уже, он является таким барьером номер один Который люди боятся переходить на ногти Поэтому я постараюсь в своих презентациях развенчать этот миф И более детально остановлюсь как раз на первых шагах перехода наутиле И управление как раз сорняками Что для этого надо делать и какие наиболее эффективные методы управления сорняками То есть проблема решаема? Конечно, проблема не просто решаемая А я всегда задаю вопрос А те, кто работает в традиционных технологиях Почему до сих пор у них есть сорняки? Этот год был особенный для выращивания всех циверокультур Мы видим, что нестандартные были условия А вот именно в управлении сорняками были какие-то особенности? Да, действительно, этот год был очень сложный И если брать, для практически всех зон Украины И начальные этапы вегетации, и середина, и окончание вегетации Были в таких очень трудных условиях И влага, если взять, она распределялась неравномерно по этапу вегетации Температурные режимы были нестабильными И все это, конечно же, отражалось на развитии культуры И скажу свою такую... Ну, когда мы делали какой-то анализ То мы пришли к выводу, что в этом году очень сильно повлияло Действительно на результат наконечный Это технология обработки почвы Это севооборот И это нормы высила То есть три ключевых таких технологических фактора И сорняки тоже, как один из элементов Которые тоже внесли свою... Такую, скажем так, отрицательный момент Формирование урожая Почему? Потому что, если взять в целом То как раз температура и вода повлияла на произрастание сорняков На фазу произрастания На количество их произрастания У нас практически не было в этом году зимующих озимых Потому что осень была довольно-таки сухая И сорняков зашло мало Потом у нас была очень холодная весна Дождливая Сорняки у нас сходили несколькими фазами Несколькими этапами И все это накладывало свой отпечаток на развитие культур И на систему защиты Не просто было сельхозпроизводителям Как раз в таких тяжелых условиях Контролировать сорняк без вреда для культуры Поэтому, к сожалению, многие Внося препараты уже в более поздние фазы Все это, конечно же, отражалось на производительности На потенциале культур Ну, к примеру, если взять теплолюбивую культуру Такую, как кукуруза В этом году у нас была ситуация Когда май практически весь был в таких обильных осадках Были низкие температуры Поэтому приходилось работать препаратами в стрессовых условиях Все это отображалось на развитии культуры И в конечном итоге у нас впервые Оно практически по всей территории Украины Это вызывало эффект таких стрессовых условий на культуре И кто вносил группу гормональных препаратов Имели эффект шаблевидности на кукурузах Очень сильный Который, опять же таки, приводил к тому Что у нас в два-три раза уменьшался потенциал культуры Ну, вообще-то собака у меня невоспитанная Так что в кадр попадет Хорошо, ничего, это нормально Ватур Наталья, а все-таки Если сделать выводы из этого года Какие-то с его воспользователям можно В дальнейшем, чтобы не наступать на те же граммы Что надо учитывать? Чему он нас учит? Ну, год нас однозначно учит в том, что Если мы не будем изменяться в подходах к технологии То, к сожалению, мы с изменением климата В дальнейшем не будем иметь хорошие результаты И то, что я вижу сейчас Как это все идет территориально То есть, если раньше северные части Западные части были стабильны в осадке То сейчас, к сожалению Все больше и больше в нас таких годов Когда вот такие критические условия по поступлению влаги Поэтому, к сожалению, не изменив подходы в технологиях Не изменив подходы в элементах технологий И управление сорняками Это один из элементов, да Но очень важный в технологии И не поменяв его подходы к нему К сожалению, мы тоже не будем иметь успеха И прежде всего, чтобы быть успешным В управлении сорняками нам надо Первое, понимать свои поля Однозначно Второе, нам надо знать и понимать сорняк Биологию сорняка Потому что с изменением климата Меняются сорняки на полях С изменением климата и технологий Меняются, в принципе, подходы к управлению сорняка А мы, к сожалению, остаемся в старых подходах В старых технологиях И это очень важно знания Прежде всего, знания, которые нам дадут возможность правильно принимать решения Если мы уже говорим о том, что мы управляем сорняками химическими методами борьбы То мы, прежде всего, должны понимать Какие препараты выбирать Против каких сорняков Важна своевременность Важно действительно правильно принять решение Потому что в зависимости от весны Мы уже должны быть вариабельны То есть мы должны делать выбор на том или ином препарате Для того, чтобы быть более эффективным В ту или иную ситуацию Которая будет складываться на полях Поэтому не может решение приняться Запланироваться осенью И это решение же реализоваться весною То есть мы должны быть готовы к неожиданности? Мы просто не должны быть готовы Мы должны управлять этим Разведу какой-то схемы одной навсегда К сожалению, мне кажется, что Хозяйства, которые применяют одну схему на всех полях К сожалению, в таких критических условиях Они будут терпеть неудачи Поэтому нам нужно быть гибкими Нам нужно управлять каждым полем Нам даже скажу такую Нам надо Ну, историю, что нам надо даже управлять Будет каждым самим полем Чтобы быть эффективным Очень интересно Я думаю, еще много интересного Узнают люди, которые придут на маршрут Наталья, к тебе Я думаю, у тебя к тебе будет много вопросов Я думаю, да Но, к сожалению, за то время, на 40 минут Которые мне дадут Да, нечасто Полчаса тебе и полчаса службе Я постараюсь быть полезным Каждому из присутствующих И думаю, что будет это для всех интересно И познавательно И полезно, конечно И даже моему псу Он тоже уже участник До встречи До встречи На бортовой Не лежать, сидеть Молодец Сидеть, сидеть, сидеть Молодец А теперь лежать 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 И поверьте, управление Сортиками легче, чем собакой Лежать 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 Продолжение следует...